Постепенно самые невероятные проекты становятся реальностью. На днях в Москве подписано соглашение о непохожем ни на какое другое совместном советско-американском предприятии. Формально новая организация называется СовАМ Телепорт и берется осуществлять телекоммуникационные связи между Востоком и Западом. Если же перевести с языка технологического, то это означает, что практически в считанные секунды с обычного персонального компьютера из Ташкента, Новосибирска или любого другого города или даже села можно будет отправить текст, таблицу, график, письмо, скажем, в Сан-Франциско, Нью-Йорк или Канаду. Больше того, не тратясь на самолеты, визы и паспорта, можно будет проводить целые компьютерные конференции между странами и подключаться к североамериканским сетям и базам данных. По сути, это в буквальном смысле информационный прорыв, новый, по-настоящему современный уровень общения. Я думаю, единственный путь нормализации отношений между Западом и Востоком – это организация нормальных, постоянно действующих каналов общения. В результате ускоряется экономическое, научное, образовательное развитие. Создание совместного предприятия с нашими американскими партнерами, совместное предприятие «Совам Телепорт» с нашей точки зрения окажет большие услуги в области общения между двумя нашими народами, двумя нашими нациями и в целом послужит укрепление тому процессу, который сегодня идет в нашей стране. Демократизация, гласность и поиск правильных и нужных партнеров во всех областях. По иронии судьбы, рядом с местом подписания документов об «Совам Телепорте» велись работы «Мост Телефонстроем» и некая обреченность витала над разрытым асфальтом, неспешным покуриванием рабочих. И подумалось, а что рядовому зрителю до всех этих электронных чудес, если все так же трудно установить обыкновенный домашний телефон, а уж иметь персональные компьютеры и получать данные из США, но разве это не фантастика? Создатели «Совам Телепорта» настроены более оптимистично, потому что новым видом связи уже пользуются наши и американские университеты, школы, Академии наук США и СССР, и даже два ядерных института активно общаются. Пять лет тому столь дерзкие перспективы бродили лишь в голове предприимчивого философа и компьютерщика Джоэла Шатца, мечтателя из Сан-Франциско. Наш корреспондент Борис Калягин передает из американского штата Вайоминг. Завершились переговоры между министром иностранных дел СССР Шеварднадзе и государственным секретарем США Бейкером. Продолжение следует...